всем привет дорогие друзья он работает не будет его вещать в общем в одном под одним из видео был написан комментарий что из наших видео смотря наши виде люди могут подумать что в аланье жизни обеды завтраки ужины путешествие и так далее на самом деле это конечно же не так мы не показываем нашу рабочую жизнь наши рабочие будни они поверьте у нас вообще бессрочные бесконечные работаем мы вообще без графика занимаемся полиграфии графическим дизайном печатью и так далее поэтому друзья если вам кажется что жизнь в алании это только приключение на самом деле это не так люди работают много и долго но поскольку мы состоим в ассоциации журналистов алании то конечно же нас приглашают на различные мероприятия и на выходных мы обязательно ходим куда нибудь чтобы отдохнуть но и конечно же ездил путешествие тоже чтобы отдохнуть поэтому не думайте что жизнь в алании это сказка никто не работает только развлекается но сегодня я иду на рынок кстати для того чтобы сходить на рынок у меня есть всего один час потому что потом мне снова нужно возвращаться к работе поэтому приглашаю вас вместе со мной пройти на рынок посмотреть цены находимся в центре алании на пятничном рынке сегодня 19 января 2018 года сегодня я вам расскажу все секреты как ходить на турецкий рынок и как покупать самые вкусные недорогие фрукты и овощи поэтому давайте пойдем со мной посмотрим цены и какой же там есть на рынок я езжу на своем мопеде и поскольку там дают очень много пакетов я с собой беру вот эту вот сумку которую мне раньше привезла мама сюда все мелкие пакеты складываю вешаю ставлю мопед и получается очень удобно ничего не болтается и везти удобно вот там вот находится пятничный рынок я вижу уже очень много народу поэтому давайте пойдем вместе со мной и посмотрим что же там происходит кстати на рынок я ходить не очень люблю и первый совет когда вы приходите на рынок приходите ближе к вечеру потому что цены снижаются и продавцы пытаются распродать свой товар подешевле особенно этот совет действует летом потому что летом ходить на рынок днем очень жарко ну а зимой кстати прохладнее вечером но сейчас мы посмотрим цены очень много народу на рынке я не было наверно уже месяц поэтому давайте вместе выберем все самое первую очередь мы идем на прилавок прилавку где продают салаты капусту разные травы укроп и посмотрим почем же у нас сегодня капуста капуста как обычно 2 лиры можно взять разных видов здесь у нас петрушечка все по одной лире есть рока есть редиска морковь по 2 лиры в общем сначала покупаем всякую разную травку в общем я взяла траву року и салат вот такой вот пакет и все это вышло мне всего 4 лиры сейчас идем искать помидоры огурцы огурцы я уже вижу по лире поэтому сейчас найдем самые вкусные и сочные еще мы всегда покупаем бананы сегодня бананы по 5-6 лир на рынке и последние мандаринчики уже по 250 а вот и апельсины цена на апельсины полторы лиры можно также найти изолиру для сока мы кстати покупаем апельсины и выжимаем каждый день сок а вот и помидорчики давайте посмотрим почем помидоры по 5 лир вот такие вот черри айва кстати кто любит а его пишите в комментариях айваны когда айва вечера аватодорога дают еще пробовать очень вкусно очень вкусно сочно надо будет взять их он любит кстати и зайвы очень вкусное получается варенье но я не очень люблю поэтому возьму айхана чуть-чуть а вот и клубника по 8 лир за килограмм очень вкусно и кстати мы ее покупали большая сочная клубника наверное из газе паши и бананы по 4 я взяла по 5 с половиной но мы ищем помидоры помидоры по 250 вот наверное эти релиз помидор кстати сказал что помидоры местные растут все реки это город который находится посередине между алании и анталий вот такие вкусные помидоры две с половиной лиры а сейчас я возьму лимоны лимоны стоят тоже 2 с половиной лиры морковка кстати морковь не покупаем для в общем я купила клубника у милой бабулечки которая за мной всего за 8 лир килограмм ну и конечно же в Алании можно купить семечки вот это кстати самые вкусные семечки за 13 лир орехи 28 25 лир грецкие орехи много разных вкусняшек и и сухофрукты и инжир и конечно же вот такой вот турецкий чай кстати яблочный я очень люблю но и когда 20 лир большой пятна ничок 20 1 маленький инжир яблочный яблочный петель Вы берете инжир? Немного У вас нет луком Например, что вы берете в бахарат? Куркума Чили Пепер Белый пепер Белый пепер Вам нужны? Меня зовут Тунах Друзья, приходите Вот к этому милому молодому человеку Он вам сделает скидку Чуть-чуть Сделает вам чуть-чуть скидку Тешекуляр Кстати, можно приобрести и каштаны 13 лир маленькие и 17 лир Вот такие вот большие каштаны Вкусные А здесь, наверное, самый большой Лоток с помидорами По 7 лир Вот такие вот черри И по 3 лиры Помидорчики чуть побольше Ну, а здесь начинаются стенды с маслом Оливковым маслом Обычным маслом С сыром В общем, друзья, если вы хотите творог Кстати, здесь русский творог Тоже продается Яйца деревенские, приправы И так далее Ну, давайте посмотрим, почем здесь сыр Цена на сыр за килограмм Вот от 10 лир и выше 24, 26, ну, в общем От 10 лир и выше Вот этот вот сыр По-моему, с плесенью Его делают в шкуре Овечьей шкуре, по-моему Но он ужасно невкусный Но многие, кстати, любят Второй совет, друзья Который я могу вам дать, когда вы ходите на рынок Прежде чем что-то покупать Обязательно обойдите весь рынок Выберите самые приемлемые для вас цены Ну, в принципе, цены-то везде одинаковые Самые приемливые для вас продукты И тогда уже покупайте Я, например, только так и делаю Сначала обхожу А потом уже беру все, что мне нужно Вот такие вот сочные вкусные яблоки Здесь продают Груши Тоже айва Сейчас это сезон айвы Цена на яблоки 3-2,5 лиры А еще помимо основных стендов Тем, кому, наверное, не хватило места на стендах Приезжают люди из деревни И продают Вот на таких вот стендах Я тоже люблю покупать у них Потому что они не большие производители А люди, которые держат маленькие огороды Вот такой вот небольшой поход на рынок у нас получился Я думаю, что я сориентировала вас по ценам В принципе, сейчас не так уж много всяких разных интересных и вкусных продуктов Которые есть, например, летом Как персики, абрикосы, дыни, арбузы и так далее Сейчас сезон айвы Апельсин Мандарины уже отходят Огурцы и помидоры тоже не сезон Сейчас самые дорогие огурцы Летом они по 50 куруш и по лире Сейчас по 3 лиры Поэтому зимой много всего Но нет такого выбора, как летом Поэтому, друзья, сами смотрите, какие цены Цены достаточно дешевые Ну а я поехала дальше Прощаюсь с вами на сегодня Всем всего хорошего Пока-пока И добро пожаловать в Аланье Даже зимой У нас есть вкусная кубничка Сегодня вечером будем кушать Всем пока-пока Ну и как постскриптум к этому видео Я зашла в магазин Бипс, чтобы купить всяких вкусняшек Завтра мы едем в город Финики И сегодня у нас собираются друзья Айхана Мы будем смотреть футбол Точнее они будут смотреть футбол Поэтому кто писал, что турки не любят ходить в гости Никогда не ходят Это полная ерунда Я им куплю вот такие вот Всякие разные орешки Ну и конечно же семечки Сейчас посмотрим цены Вот такие вот орехи стоят всего 2,95 Возьмем орехи Просил он Coca-Cola Кстати, кто не знает Есть турецкая Турецкая Coca-Cola Возьму им колу Ну и конечно же Многие, наверное, интересует вопрос Что же пьют и едят турки, когда смотрят футбол Обычно собираются в небольших кафе И пьют чай, кофе Едят всякие орешки, фисташки Ну а чипсы, кстати, тоже Ну а дома Я взяла им колу, орешки и семечки Поэтому, друзья Еще раз говорю, что Турция это очень гостеприимная нация Даже во многих деревенских домах До сих пор есть Да и в городских тоже До сих пор Есть комнаты, которые отведены специально для гостей Ну а, конечно же, вы напишите Где пиво Мужики должны пить пиво, когда смотрят футбол Нет, пиво никто не пьет А пьют чай, колу И всякие разные другие напитки Поэтому Сегодня у нас будет очень веселый вечер Постараюсь снять Если получится Как они будут с вас Музыка 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 Музыка